Всем привет! Интернет в гвозди сегодняшней программы. Наушники от компании Acefast, у которых есть две причины, по которым их можно купить. Купить на Алиэкспресс, собственно, откуда ко мне и пришла эта посылочка. А может быть причины не две, может быть я еще накопаю пару причин, по которым их можно купить, а может быть накопаю причины, по которым их можно и не покупать. Красивая стильная упаковка. Как вы думаете, это причина для того, чтобы покупать себе такие наушники? Ну, себе не знаю как, а в подарок вполне себе. Да. Не, ну что уж сказать, и самому открывать такое приятно. Ого, смотрите, ребзики, а вот еще одна причина за. Вы где-нибудь видели полноразмерные наушники вот с таким вот, ну прямо так и скажем, вообще-вообще огонь кесиком. Кабель для зарядки и аудиокабель. Это одна из тех весомых для меня причин, по которым я соблазнился, готов был соблазниться этими наушниками. Слушайте, выглядят на пятерку с плюсом. Не, ну правда, ребята, без балды я понимаю, что это скорее всего все сделано из искусственной кожи, но вы посмотрите, как это все сделано. Невероятно мягкие, очень приятные на ощупь амбушюры. Мне они напоминают, ну что-то типа софтача. Хотя на самом деле это не покрытие. Это вот такая вот просто безумно мягкая, безумно приятная на ощупь кожи. И точно такая же сделана на голове. Кроме суперски, мне сказать больше нечего. Без вариантов. Все это должно быть очень удобно на голове держаться. Тем более, что посмотрите, здесь довольно в широких пределах регулируемое оголовье. Конкретно для тех, кто может запутаться, левый наушник, правый наушник. Слушайте, можете сто комментов написать, что это реклама, но это реально, блин, Как будто попку младенца на себя натянул. Очень мягко, очень классно. И я бы сказал, что удобно, хотя на самом деле непривычно. Просто потому, что мне лично хочется их почему-то одеть вот таким вот образом. Просто потому, что здесь не симметрично. Наверное, это считается эргономичным. Хотя мне кажется, я буду к этому привыкать. Крепятся к оголовью сами уши. На левом ухе у нас расположен порт для зарядки. На правом ухе с одной стороны органы управления одни, А с другой стороны органы управления другие. С этой стороны кнопка включения-выключения наушников. Одна же многофункциональная кнопка play, пауза, отбой звонка, прием звонка и повтора номера. Количество нажатий очень хорошо написано в инструкции на русском языке. С этой стороны кнопка включения активного шумоподавления и кнопки громкости. Собственно говоря, наличие активного шумоподавления, а также наличие возможности, кроме беспроводного прослушивания по стандарту Bluetooth 5.1, возможности проводного прослушивания. И есть две причины к тем многочисленным, которые я уже нашел для того, чтобы купить эти наушники. Хотя вот эта вот фишка двойного подключения работает, ну не так, как я надеялся. Я вообще думал, что я буду по проводам сидеть за компьютером, монтировать видосики, а потом, когда мне нужно будет с телефоном, с музычкой там, либо с каким-нибудь программой YouTube куда-то отойти, послушать, я буду отключать кабель. Да, я буду отключать кабель, но мне придется включать наушники, подключать их к телефону, хотя они подключаются автоматически и действительно куда-то уходить. А вот при подключении кабеля Bluetooth отключается автоматически. То есть одновременно как бы монтировать и как бы быть подключенным к телефону для принятия звонков и прослушивания на лету музыки, увы и ах, не получится. Ребята, прикиньте, я нихрена не слышу вообще ничего. У меня открыто окно, я только что слышал шум машин, пение птиц и... А теперь слышу. Фак, это работает, пацаны! Miracle, волшебство. Блин, осталось только послушать музыку и убедиться в их приемлемом качестве звучания, но шумоподавление активно работает вообще на отлично. Всего режимов у активного шумодава, ну если можно так выразиться, три. Это режим прозрачного звука в этом режиме, звук усиливается, да-да-да, вы не ослышались, очень полезный режим. Для того, чтобы в одетых наушниках нормально, не крича на весь магазин, пообщаться с продавцом, либо с собеседником. Режим выключенного шумодава, ну так называемый нормальный режим, в этом режиме не происходит абсолютно ничего, как в обычных наушниках. И режим прослушивания звука, он же режим включенного шумодава, где вы полностью изолируетесь от окружающей среды. Ну опять повосторгаюсь, просто невероятно легкие, невероятно удобные наушники, и это действительно так, без вариантов. Единственное, как по мне, минус, это не очень удобно расположены органы управления. Включение-выключение спереди кнопка, кнопки громкости, они как-то сзади и снизу. Кнопка переключения режима, она получается сзади и сверху, хотя логичнее было бы органы управления перенести вперед под правую руку. Но сделали, как сделали, еще мне не понравилось то, что разъем для проводного подключения на правом ухе, мне было бы удобнее, если бы он был налево. Да это в принципе логично, потому что разъем для подключения гарнитуры наушников у ноутбука тоже слева. Я вам уже говорил, что эти наушники невероятно удобные, говорил, да, а то, что они невероятно легкие, ну вот говорю, слушайте, но гулять в самом центре, самый шум на улице и абсолютно ничего не слушать, это круто. Быть погруженным, так сказать, в свой акустический мир, это прям какая-то акустическая нирвана. А вот так, кстати, вас будет слышать собеседник при разговоре по этим наушникам, в то время как вы не будете слушать ничего из окружающего мира, кроме своего собеседника. Что же, до звучания самих наушников не буду растекаться сильно мыслью под реву, дамы и господа, просто дам такую кратенькую оценку в баллах. По 5-бальной шкале громкость 6 из 5 реально можно слушать на 70% громкости, как заявляет производитель. Да, именно при такой громкости можно 50 часов наслушать без активного шумоподавления, 35 часов с активным шумоподавлением. Активное шумоподавление, между прочим, добавляет четкости деталям, особенно в высоких и средних частотах. Проработка высоких 5 из 5, проработка средних 4, наверное, из 5, басов 6 из 5, басов, как по мне, многовато. Басы такие глубокие и, как по мне, слегка размазанные, знаете, прям такие, как вот из такого такого сабвуфера. Но не такие четкие, как я люблю, такие четкие отбивающие. Тут надо заметить, что такой бас только в конфигурации по умолчанию. Долгим нажатием на кнопку активации шумодавла можно отключить так называемый сабвуфер, как сказано в инструкции, хотя я думаю, это просто программное усиление басов и получить тот самый четкий, такой очерченный, ясный бас, который я так люблю. В общем, как по мне, либо включаем активное шумоподавление, чтобы громкость, добиться более высокой детализации, чтобы громкость не засирала наушники, либо выключаем активное шумоподавление, чуть снижаем громкость, чуть-чуть регулировки экулайзера, просто шик блеск как раз так. Как и все остальное, что я сказал. И то, что нам. На этом все. Все причины для того, чтобы купить эти наушники, я вам рассказал, слушайте. Ну а причин для того, чтобы их не покупать, ну черт побери, объективно. Но я не вижу, разве те несущественные минусы, до которых я докопался, и все. На этом у меня все. Всем, как обычно, удачи, удачных покупок. Оставайтесь на канале. Кстати, они еще вот так и складываются. Всем пока, до новых встреч.